Бывшие хулиганы, а сегодня бойцы подразделения «Эспаньола», входящего в состав бригады «Восток» Донецкой Народной Республики. Это пример добровольцев, которые сплотились ради общего большого дела. Что интересно, раньше эти бойцы были по разные стороны футбольных баррикад, как бывшие противники по футбольным клубам сплотились ради общего дела и общей победы. Ксения Лебедева продолжит. «Эспаньола» – уникальное добровольческое подразделение из фанатов различных футбольных клубов России. Группа была окончательно сформирована на Донбассе осенью 2022 года. После того, как полиция стала жестко пресекать драки на стадионе и улицах в дни проведения матчей, футбольные хулиганы нашли применение боевому опыту в легальном поле. Кто-то выбрал ринг, бокс и смешанное единоборство, а для кого-то желанной стала другая – большая победа. При этом драться и пить на фронте запрещено. Дисциплина и сплоченность – вот что важно. Война меняет приоритеты. Служить в подразделениях специального назначения, в диверсионном взводе, в снайперском взводе. Они должны иметь спортивные разряды подтвержденные и, соответственно, отличную физическую форму. Потому что нагрузки там, конечно, на ребят будут сумасшедшие. Помимо основных тренировок по стрельбе и тактической подготовке, будут специальные тренировки. Например, бытовой альпинизм промышленный. Для того, чтобы люди могли выполнять различные задачи на объектах. Основные бои в городе. Поэтому такие планируются тренировки. Пример минимального марш-броска, какое оснащение, какие дистанции. Если говорить о стандартном классическом снаряжении, на мне сейчас бронежилет, правда, в разгрузке. Нет магазинов. Полностью укомплектован, соответственно, магазинами. Каска, перчатки сзади, рюкзак. Ну, непосредственно медицина первого, второго, третьего эшелона. И это вот тот минимум, с которым можешь выходить на марш-бросок. У нас здесь совершался марш-бросок 24 километра. Это вот как раз от расположения до полигона. Все ребята выдержали. В гражданской жизни вы устраивали бои со своими оппонентами. А сейчас может случиться так, что вы в одном отряде. Вот расскажите о таких ситуациях. А у нас куча людей, которые даже, ну, так получалось, что они дрались друг против друга. Есть даже два человека, которые не просто в одном событии друг против друга дрались, а которые конкретно друг с другом дрались, и они здесь встретились. Ну, у нас просто запрет на конфликты. Ну, тут все довольно взрослые люди, они прекрасно понимают, зачем они сюда приехали, и что сейчас, то, что сейчас мы делаем, это намного важнее, чем мы делали 5-6 лет назад на улицах. Просто здесь как раз-таки на данный момент получилось так, что мы можем все эти свои качества, да, взаимовыручку, умение стоять до конца, умение стоять на своем, идти вперед со своими братьями. Мы их здесь как раз-таки можем сейчас в полной мере раскрыть и этим занимаемся. На данный момент у нас есть участок фронта с определенными позициями, которые мы держим и даем врагу прорваться. То есть частенько мы отбиваем атаки диверсионных групп всех возможных разведчиков. Часто бывают стрелковые бои, под артиллерийскими обстрелами держимся. Есть участок фронта, который надо держать, потому что если мы его отдадим, то, получается, они будут продвигаться в нашу сторону. Фронт не может постоянно идти весь, берется линия. Где-то просто держимся, где-то вот как в Бахмуте сейчас продвигаются, да, там, в игнора. Я поехал со своим товарищем. Сначала хотел пойти по мобилизации, взять поездку добровольца, но мне, кстати, отказали за группу здоровья. Вот, набрал товарищу, созвонил с ним, поехал на встречу с куратором. И дали добро, и я поехал. То есть, ну, это все сделалось, ну, не просто так. Значит, так должно было быть. А я так понимаю, что вы управляете дронами? Всем, что летает. Это как минимум разведка, как максимум это приносит подарки, вот такие, которые я сейчас держу в руках. Что это, расскажите? Это снаряд ВОК-17 от АГС-17. Несет с собой, так сказать, 250, по-моему, грамм взрывного вещества. Это отразделение, которое вот занимается полетами с коптерами, насколько большое сейчас в Эспаньоре? Оно совсем не маленькое, потому что БПЛА – это будущее. Потому что пока птицы работают, люди живут. То есть, ну, не жалко потерять его, жалко потерять своего бойца. Ну, потому что здесь близкие по духу люди, с кем-то общались еще до всех этих дел по футбольным темам. Ну, и вообще здесь люди, которые не подведут, с которыми можно пойти на задания и вообще иметь дело. Для некоторых это может быть тяжелым выбором – пойти на войну, либо остаться дома на диване. Вам это легко давалось? Мне это давалось легко. Мне тяжело было просто уехать. Почему? Решить организационные вопросы дома. Как отреагировала семья? Жена, дети? Да семья. До конца не знаю, чем я занимаюсь. Аккуратно. А я вот так. Спасибо. Гристе, а вы служили? Нет. А? Да и вообще, в принципе, какая разница, служил или не служил, если встает вопрос о том, что нужно идти. Значит, нужно идти. Женские подразделения есть у вас? Планируем мы набор женщин-снайперов. И это единственные представители прекрасного пола в нашей банде, в нашем отряде. Уже начало положено, либо это перспективно? Нет, начало положено. У нас уже есть определенные наработки. Есть уже люди, которые, девушки, женщины с нами тренируются, с ними занимаются снайпера. И стреляют они, могу сказать, что уже даже лучше, чем снайпера в подразделениях обычных. У них будут совершенно другие задачи, специальные, в том числе и разведывательные, и со всеми вытекающими. Для меня, например, украинец, так называемый сейчас, который взял в руки оружие и воюет за какую-то правду, я его, наверное, больше уважаю, чем того, кто из России бежал в Грузию. Просто у них промытые мозги, наверное, как-то. И они видят все по-другому. Я считаю, что ими команду Запад, да. Земля, которые воюют, строили мои предки из Великой Российской империи. Все эти города, за которые сейчас бои идут. И я считаю, что мы должны восстановить справедливость и вернуть их себе. Потому что достижения предков нельзя просто так братьями расспрасываться. Из Донецкой Народной Республики Ксения Лебедева и Олег Долгополов. Агентство Телиновостей. Субтитры создавал DimaTorzok